Хочу запись. Я вас приветствую. Привет, привет, привет. Рад вас видеть. Как вы добрались до своего места? Там у вас пробки есть? Нет, нет, нет. Какой город у вас? Алмата на связи. Лариса, ты хотела познакомить нас со своим другом? Ты с ним подружилась где? Ну, так вот мы, как сказать, подружились. У нас соседние палаты были в одном из отделений больницы. Так. Я узнала об Аскаре. Одна девушка со мной была в палате. И она пошла и рассказала, что у нас здесь... Ты не была в больницу, потому что ты была после ДТП. Да, ДТП у меня... Да, да, да. Поскольку ты специалист по психотерапии, по гипнозу и по другим методам, самое главное, что ты специалист по ключу. Да, да, да. Теперь я уже специалист по ключу. И это получилось, что в этой клинике, где ты находилась, будучи сама, будучи сама после травмы мозга... Да, с пациентом. Ты познакомилась со своим новым другом, который там находился давно, да, или как? Он проходил очередное, как это называется, у них каждый год проходят они по порталу лечения. То есть прокапывают капельницы для того, чтобы давление черепное регулировать и так далее. Он прям житель соседней палаты был. Зовут его Аскар. Скажи, меня зовут Аскар. Скажи, меня. Меня зовут Аскар. Понятно, Аскар. Скажи, родной, ты почему прокапываешься? Почему тебе делают эти курсы? Что у тебя за... Инсульт. Инсульт, да? Путь и операция была. Да. Что, что? И операция была, вот в этой части. А, на мозге головном была операция, да? Давно была операция? Семь лет назад. Семь лет назад. Как ты себя чувствуешь? Сейчас. Сейчас нормально? Смотри на вас. Смотри на вас. Вот, смотри. А вообще не было вообще. Видите? Вот. Это после чего ты стал делать вот так? После чего? После чего? После чего? Вот. Вот. Лариса. Лариса, видишь? Как он мне? Поэтому. А что ты делал с Ларисой, что ты так стал делать? Что? Вот. Первое упражнение мы начали с левитацией. Да. И мы начали, когда у него рука еще была мертвая. Она была синяя. Она как... А ты не мог так делать раньше? Не мог? Я уже смотрел. Я тебя поздравляю. Молодец. Молодец, видишь? Молодец. Эй, мне! Молодец. Ну, конечно, конечно, конечно. О, смотри. А раньше как было, а раньше как было. Ну, я вот так, все. Молодец. Молодец. Вот большой интерес у вашей публики был. Я бы хотела, чтобы он продемонстрировал, как в ноге у него появились рефлексы, которых 7 лет не было. Даже намелка на рефлексы. Я сейчас разверну компьютер, и он вам покажет. Ну, для того, чтобы все видели, что это не сказка и что это очень серьезная работа. И действительно, да, вот мы начали заниматься с ним именно с ключа. Именно с ключа. Сколько времени вы занимались? Ну, смотрите, 7 лет у него было все вообще полное угасание рефлексов. Полное. Уже возврата сказали, что не будет. Ну, мы занимались, у нас было 6 занятий. Где-то иногда 30 минут мы занимались. Но начали мы с 10 минут. То есть все было еще непонятно, какая у него мотивация. Я просто ему показала, что нужно делать, и оставила его один на один, отдав ему ответственность. Но у него мотивация была настолько великолепная, что он потом мне не давал покоя вообще. Утром, в обед и вечером. И я с ним тоже делала упражнения. И мозговой санаторий он знает. И шалтай-болтай он знает. И мы начали с лыжника, но мы же к вам обращались. Вы сказали, что тогда ему не нужно было выше головы поднимать руки. Мы это убрали. То есть мы занялись тем, что он начал петь песни. Он сегодня вам споет песню, если вы не будете против. А раньше он не был. Он не мой был. Он рассказал мне о том, что 7 лет он вот эту установку принял от врачей, от социума, который был. И он 7 лет, он мне показал, что он вот так пролежал в депрессии, и что он уже не хотел жить там. Ну вот ты сам расскажи. Просто видите, вот у меня вот это все. Сейчас, у него зашевелилась нога, давайте он вам покажет, он прям не может. Ну я говорю вам, смотри. Вот смотри. Вот. Я говорю вам, смотри. Вообще вот так. Он сам прибежал, стукнул по ноге и говорит смотри, рюклик свернулся. Вот смотри вот. Рюклик свернул. Типа ноги свернул. То есть вот, пожалуйста. Это щит. Так не было раньше, да? Нет, нет, нет. Он волочил ногу и руку, как обычные люди после инсульта. Он не говорил. У него было очень плохое настроение, депрессивное все очень. Да, точно. А сейчас он ходит, у него рот за ушей ходит на вязочки. Пришли как мультики. Может он в тебя просто влюбился. Ну не знаю, не знаю. Я с этим не знаю, все это строго касается. Понятно, понятно. Какой молодец, какой молодец. А ну ты дальше будешь продолжать с ним заниматься? Ну а как, теперь видите, весь народ ждет дальше чудес. То есть я ставлю себе такую цель, чтобы он сам начал изъясняться. Для этого нам нужно вернуть вот эту оперативную память. Потому что у него есть внутри образ. Он знает слова, но не удерживает память. И им с поздравлением. Да, да, да. Но вот он и по крайней мере. Скажи. Да. Большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Ну самое главное, я вижу, что он счастлив. Конечно. Ты молодец такой, молодец, молодец. Молодец. Я тебя очень поздравляю. Я рад с тобой познакомиться. Да, Боже. Понимаю, желаю здоровья, хорошего настроения. Да, дай Бог, давай потом через месяц-полтора еще раз встретимся, посмотрим, как твои дела. Молодец. Мы сейчас ориентировались. Я хочу сказать, что у него в руке вот это. Вижу. А он может сейчас сжать. Этого не было. Это были такие глаза счастья. Молодец. Молодец, молодец. 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 А как врачи в клинике отнеслись к этому? Ну, честно сказать. Да. Ну, честно. Ну, я рассказала доктору, что вот у вас есть такой пациент, и у него вернулись рефлексы. Ну, я не увидела особенной радости, увидела немножко удивление какое-то, непонимание, как это возможно. Ну, больше никому об этом не говорила, да. Ладно, ладно. Я просто хочу сказать, чтобы все знали еще раз, что ты психолог, что ты занимаешься психотерапией как психолог. Психотерапией личности имеется в виду, что ты не врач, не доктор. Я не врач. Ну, владея методиками, которые ты много лет изучала, разные методы. А в данном случае метод ключ. Ты с помощью ключа вот научила своего друга уже быть счастливым. Я вот смотрю на него. Молодец. Самое главное, у него моторика все работает двигательная. Я смотрю и мимика, и все, да. Ну, продолжайте, продолжайте. Я вас поздравляю. Еще раз. Я скажу людям, да, вот, чтобы они не отчаивались, чтобы они не принимали чего-то нового. Наш организм так трудно устроен, если им заниматься, то все возможно. В этом случае логопед, синхронизация, да, разгрузка – это как раз то, что собирает человека в единое целое. Еще Сократ говорил, что сила в единстве. Конечно. Да, и нужно до сути добраться. И вот, знаете, я вспоминаю постоянно то, что вы проговариваете, и мне постоянно открывается мой смысл. То, что вы говорите – звезды над нами, космос внутри нас. И если хорошо разобраться, и научные исследования последние говорят – реально у нас космос, да, одна только кровь наша чего строится. То есть каждая клеточка – это целая планета. Вот. И мы вас очень благодарим. Спасибо. Всем привет. Всем здоровья вежливо. До встречи. До встречи. До свидания.